Сегодня попробую заснять поклевку линья на червя под водой. Но сначала рыбу нужно хорошо покормить. Зная о том, как линь неравнодушен к молочным продуктам, решаю предложить ему на завтрак глазированный сырок с ванилью. Сладкую прикормку раскрываю на глубине 3 метра среди камней. Это старая затопленная дорога, по краям которой растет много травы, в которой обитают линьи. Частички глазированного сырка рассеиваются в виде аппетитной дымки. Такой ароматный шлейф рыбы точно не пропустят. Здесь же на коротком поводке оставляют пучок червей на крючке. Проходит 14 минут. Окуни и пескари уже облюбовали себе прикормленное место и держатся неподалеку. И вдруг из глубины на запах глазированного сырка подходит линь, а точнее темненькая лениха, и осторожно начинает пробовать еду. Тут же с другой стороны приплывает другая лениха, светленькая, и тоже принимается за угощение. Интересно, кто из них первый схватит пучок червей и попадется на крючок. Блондинка или брюнетка? Делайте ваши ставки. Опасный момент. Блондинка заметила червей и направляется к ним. Но в последнюю секунду она почуяла неладное и есть их не стало. А вот брюнетка не удержалась от соблазна и жадно накинулась на пучок червей. Тёмненькая лениха хватала наживку, жевала её и выплёвывала. Потом снова жевала. Такое повторялось раз за разом. В итоге просто чудом лениха-брюнетка не попалась на крючок, потому что действовала с наживкой очень аккуратно, что её и спасло. Дальше светленькая лениха уплывает по добру, по здорову. А её место занимает маленький лень-самец, всё тело которого в шрамах от браконьерских сетей. Молодой организм особенно нуждается в молочных продуктах, как источник легкоусвояемого кальция и белка. Мать лениху так и тянет на приключения. На мясное в виде червей. Ей всё мало. Снова она опасно пережевывает наживку, выплёвывает и неожиданно на подхвате сработал окунь. Полосатый своего шанса не упустит. Он надёжно заглотил пучок червей вместе с огромным крючком. Удивительно, как легко такая небольшая рыбка уместила в себя крупный карповый крючок. Всё, окунь на крючке. И всеми силами пытается от него избавиться. Вдруг к пойманной рыбе подходит его более опытный полосатый собрат. Подсказал ему, как нужно действовать с крючком. И через пару секунд окунь без полосок оказывается на свободе. Однако жизни окуня ничему не учат. Проходит всего 15 секунд. И он снова наступает на те же грабли. Хватает крючок с остатками червей. Это же насколько надо быть голодным, чтобы подвергать свою жизнь такому риску. А рядом продолжает пылесосить глазированный сырок тёмненькая лениха. Не обращая никакого внимания на детские шалости окуней. Блондинка лениха во второй раз посетила это сказочное место. Быстро перекусила и ушла куда подальше. Полосатый разбойник с недовольным выражением лица злобно посмотрел в подводную камеру. Типа товарищ в плену. Давайте его поскорее освобождайте. Однако окунь без полосок ловкими движениями челюстей освободил себя сам. Во время подводных съёмок ни одна рыба не пострадала. Проходит полчаса. В гости к линям наведался огромный серебряный карась. Творожный сырок его совсем не заинтересовал. И он поплыл искать чеснок. Когда лени от души насытились, доедать крошки сырка ринулись пескарей. Но окунь-пастух быстро прогнал всё своё шумное стадо на другую лужайку.